На этих линиях производятся теплоизоляционные материалы. Компания «Изапол» выпускает их с 2016 года. Это один из 20 резидентов Нижнекамского промпарка. Их общий объем инвестиций по итогам года составил больше 5,5 миллиардов рублей. Сейчас ведется строительство третьей очереди. При этом за весь прошлый год сюда не привлекли ни одного нового резидента, как и в шести других районах республики. На коллегии Минэкономики Рустам Миниханов отметил, заполняемость должна быть не менее 70%. Проблему подняли и на заседании СССР. Прошу исполнительный комитет усилить работу в этом направлении. Мы эту работу начали, мы эту работу ведем. Необходимо системно и ежедневно работать в этом направлении. Реализация новых инвестиционных проектов в сторону очередь откроет возможности для новых ниш развития нашей экономики. Будет способствовать ежегодному увеличению налогового очистения в бюджете разного уровня, а главное решение актуального вопроса улучшения качества жизни наших Нижнекамцев. По итогам 2022 года в республиканском социально-экономическом рейтинге Нижнекамск занял пятое место. Объем инвестиций в основной капитал 152 миллиарда рублей. Воловой территориальный продукт 382 миллиарда. На район приходится пятая часть всей произведенной продукции в республике. Еще одна площадка для развития экономического потенциала Нижнекамска становится сектор малого и среднего бизнеса. По итогам 2022 года с субъектами МСП отгружена продукция на 63 миллиарда рублей. Это на 3 миллиарда больше, чем годом ранее. Остро стоит в Нижнекамске проблема демографии. В прошлом году зарегистрирован исторический минимум рождаемости 2538 детей. Сейчас в районе проживает 277 тысяч человек. Это третий показатель по республике. Вместе с тем, второй год подряд здесь происходит естественная убыль населения. Через 20-25 лет нас ждет демографическая яма. В связи с этим нам необходимо уделять особое внимание вопросам демографической политики, укрепления института семьи, создания условий для закрепления и привлечения молодежи в Нижнекамском муниципальном районе. Нижнекамск был городом молодых и наша задача, что он таким и оставался. Как отметил Митхад Шаги Ахметов, в этом году начнут разрабатывать мастер-план Камской агломерации. Рассинхронизация планов по социально-экономическому развитию муниципальных образований, которые входят в окно агломерации, влечет за собой дисбаланс развития территории, рост маятниковой миграции населения, увеличение нагрузки на социальную транспортную инфраструктуру. И для решения указанных проблем в настоящее время институтом пространственного развития республики разрабатывается мастер-план, в частности, Казанской агломерации. В прошлом году Нижнекамская территория получила порядка 10 миллиардов инвестиций в развитие инфраструктуры. Были открыты инженерный лицей, центр развития ребенка и полилингвальный комплекс Адамнар. Построено и отремонтировано полсотни соцобъектов. На треть удалось снизить аварийность на дорогах. Частично решили давний вопрос нехватки общественного транспорта. На дороге вышли 50 новых автобусов. Изменения оценили и сами нижнекамцы. В первом сентябре первые ученики как раз пошли в школу Адамнар. В микрорайонах очень много порядка стало. И очень серьезно работают сейчас все учреждения над тем, чтобы всем жителям было хорошо. Большая поддержка молодежи, что нам выплачиваются гранты, повышенные стипендии за наши мероприятия, которые мы проводим в городе. Среди задач на этот год продолжить строительство трассы М7 «Волга» с мостом через Каму. Начать разведение Ледового дворца, а также обновление и капитальный ремонт ряда соцобъектов. Рамиль Галиулина, Рамзель Гарипов, ТНВ, Нижнекамск.